друзья всех приветствую с вами лара и канал мой альпийский сад решила записать небольшое видео из своего снежного сада снег у нас выпадает не часто сегодня 21 ноября 2024 год для тех кто не так давно на меня подписан я напомню что мой сад находится в швейцарии на высоте 800 метров и как правило у нас мокрые холодные зимы иногда температура минусовая бывает и случается иногда вот такой красивый снегопад как это случилось сегодня нам конечно же обещали этот снег накануне у нас был было очень тепло еще воскресенье сегодня четверг еще воскресенье у нас было плюс 14 понес понедельника у нас был ураганный ветер и неожиданно резко температура опустилась и вот сегодня у нас идет снег я решила снять немного вот этой красоты потому что но скорее всего этот снег долго не пролежит он растает я так думаю через два-три дня вообще в конце ноября у нас случается такие снегопады потом все тает накануне я бегала убирала свои гортензии крупнолесные какие-то я накрыла какие-то я занесла пока под навес под навес дома вы видите вот там вдали у меня еще даже не обрезанные шапки гортензий метельчатых обычно я их обрезаю срезаю шапки а сами гортензии обрезаю ну примерно феврале что-то осенью что-то ближе к весне потому что весна у нас начинается рано в прошлом году достаточно быстро пришло тепло с февраля у нас уже было тепло вот у нас выехала техника чистить слышите да трактор едет там мигает за деревьями выехала техника чистить дорогу еще буквально два часа назад не было ничего не было никакого снега было несколько снежинок а сейчас вот такая у нас красота покажу немного долго ходить по саду не буду потому что не одела высокие сапоги покажу вам свою и его друзья вот сейчас ее очень хорошо видно вот это моя плакучая его к сожалению она в прошлом году вот в такое же время года когда случился очень мокрый снегопад и были очень сильные ветра она у нас упала упала но тем временем осталась жива мы подсыпали под корень досыпали земли поднять эту его конечно невозможно это очень старое взрослое дерево но нас порадовало уже то что она жива было много хороших приростов в течение лета сейчас вот просто очень хорошо виден ее ствол как она лежит до в прошлом году конечно мы были шокированы когда увидели в это это но был она была еще в листве надо она и сейчас еще в листве и был очень тяжелый мокрый снег в прошлом году и вот такой случилось такой с нашей войну она жива благодаря нашим усилиям мы ее немного обрезали подстригли привели в порядок помогли и сейчас в саду все серые и непонятно еще да какие есть у нас здесь посажено насаждение именно хвойные или вечно зеленые вот я стою возле своего любимца это кедр гималайский который посажен у меня в прошлом году прям в канун нового года я его купила 31 декабря я его купила привезла везла в машине сама мне помогли его загрузить продавцы в магазине и в начале где-то наверное февраля вы как только у нас было тепло как я сказала в январе было несколько понижений температуры а в начале февраля уже плюсовая температура установилась я его сразу высадила такой красавец я думаю что конечно он будет взрослым большим вернее таким крупногабаритным но я планирую его со временем подстригать сдерживать рост могу сказать что прирост на макушке у него составил за этот сезон где-то сантиметров 20 вот это здесь хорошо видно буквально вчера я показывала своим знак своей знакомой вот здесь новый прирост он хорошо виден это сантиметров 20 а на лапах сантиметров по 10 вот такое у нас новогоднее дерево скоро буду его наряжать очень часто у нас случается вот такой снегопад к сожалению не на новый год и не на рождество а так хотелось бы конечно вот такую красоту иметь у себя саду именно к праздникам к новогодным праздникам все-таки это поднимает настроение но часто у нас бывают дожди и довольно таки сера а вот так выглядит мой гортензии засыпанные снегом вот там распластался можжевельник вы видите полностью под снегом лежит но ничего не буду делать на следующей неделе обещают уже плюс поэтому оставлю все как есть это коника растет у меня в этом году тоже посажена и еще немножко покажу вам на штамбе вот это тоже кедр и я так предполагаю что это кедр филин блю но утверждать не могу потому что в разных источниках по-разному пишут где-то пишут что у него макушки нет где-то по-разному я покупал на распродаже с очень большой скидкой и ценники были утерян утеряны поэтому не могу утверждать кто это точно такой красавец сейчас напоминает такого монстра заснеженного вот там вдали и у меня растет кедровая сосна большие красивые у нее попробую подойти ближе сейчас секунду главное тут не наступить на кого-нибудь так здесь большие огромные такие смотрите такая хвоя длинная очень красивая название этой сосны я постараюсь написать вам под видео потому что сейчас не не вспомню как она называется здесь у меня растет уже вся в почках как вы видите то магнолия магнолия звездчатая очень красиво цветет вот там вдали вот это и чуть подальше это тоже у меня кедры но это кедра плакучий гималайские и вот я честно говоря всегда думала что у меня опять же покупался на распродаже без названия сорта я пересмотрела уже кучу видео предположила что скорее всего у меня golden горизонт сорт но какие-то сомнения какие-то сомнения у меня есть если вдруг кто-то знает правильное название вот этого кедра плакучего пожалуйста напишите у него очень красивый прирост весной действительно желтые действительно золотые растет растет ну я бы не сказал что очень быстро но и не очень медленно сейчас у него высота где-то около двух метров посажен он был сейчас скажу в каком в 21 году то есть вот три года он у меня уже три зимы в конце 21 года он был посажен скорее осенью на какой-то такой тоже вот скидки распродажи прирост неплохой как вы видите он был высотой я даже не могу сказать наверное треть вот от этого треть есть у меня старые фотографии я попробую всегда прикрепить где-то я уже показывала то есть вот за три года он увеличился в три раза можно сказать то есть если сейчас он около двух метров то в момент посадки я думаю он был где-то сантиметров 50 60 максимум 70 и вот второй такой же красавец у меня растет здесь он менее пушистый мне кажется но все им абсолютно одинаково достается никаких особенных подкормок я не провожу единственное делаю что вот я фиксирую фиксирую его к опоре у нас очень сильные ветра бывают очень сильные прям вот вчера позавчера был ветер до 40 метров в секунду это очень сильный ветер была оранжевая степень как это называется опасности да здесь мне растет криптомерия тоже очень красивая у нее желтые приросты посмотрите какие издалека чем-то напоминает мимозу мне кажется цветущие вот такие хвойные так и давайте еще что-нибудь вам покажу из хвойных до извечно зеленых хотя под снегом конечно мало что видно мало что видно но вот это у меня в горшках вечно зеленое растение не помню название так здесь вереск а это магнолия у меня они магнолии извиняюсь камелия все камелии я занесла под крышу вот кроме одной одной я упустила не смогла забыла вот так она у меня осталась незакрытой я их обычно не укрываю просто держу под крыш вблизи помещения и вот так у меня выглядит сейчас мои гортензия метельчатые наклонили шапки уже где-то начали они сами ронять этот снег потому что температура не вы не низкая где-то около нуля примерно в городе конечно снег тает а за городом вот так красиво вот так красиво смотрится мы давайте здесь вам покажу еще немножко здесь какая-то карликовая сосна растет у меня три года прирост но фактически она и не выросла честно не знаю что за сорт этикетка была но потерялась поэтому не скажу название а здесь вот распластала немного мой кипарисовик это кипарисовик teddy bear не путать с туи teddy bear есть такая же вот его немножко снегом прижало и он в разные стороны у меня разлегся вот такой кипарисовик смешной очень необычный у него лет такая хвоя видите похоже на папоротник и в то же время закручивается да немножко перекручивается под снегом сложно разглядеть но как-нибудь я сделаю обзор вам своих вечно зеленых растений в отдельном видео я записывала но наверное год назад такой обзор и много уже что-то еще купилась что-то выросла такая смешная елочка у которой нет точки роста центрального проводника скажем так центрального стволика название и и сейчас я вам посмотрю так секунду очень красивую нее прирост называется early gold очень красивый желтый прирост и весной растет медленно такая карликовая елочка вот это то что у меня растет прям вблизи к дому посаженная из из хвойных то что растет подальше от дома сейчас туда не пойду потому что потому что уже замерзла уже холодно и я надеюсь что еще снег у нас выпадет мы не только снега без снега я вам могу показать свои хвойные в прошлом году я приобрел приобрела начала приобретать скажем так много хвойных до этого они как-то меня не цепляли а потом потихоньку я на них подсела как и на гортензии а это стив виппер лиственница я ее видите приподнимают центральный ствол хочу сделать выше 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 посажена у меня она в весной 23 года то есть фактически вот второй сезон у меня она растет вторая зима у нее будет подросла но еще пока не так обросла как красиво показывают на картинках я ее здорово весной обрезала с тем чтобы она начала пушиться и давать в разные стороны вот эти разные свои веточки и не кренилась на один бок я немножко решила ее подкорректировать и центральную самую длинную веточку я подняла вот там на макушку закрепила прикрутила и сейчас она хотя штамп уже изначально был достаточно высокий вот здесь заканчивался штамп вот на этой высоте то есть это где-то больше полутора метров у нее штамп был уже при покупке мага из магазина я решила еще увеличить примерно на метр то есть где-то около трех метров вот это так не видно на фоне березы где-то около трех метров вот эта макушечка закреплена у меня